В оконце солнце светит ярко, И птица песенки поёт, Журчат ручьи, Восьмое марта, Восьмое марта к нам идёт, Цветы, конфеты и улыбки Вам дарим щедро от души, Мы любим вас И понимаем вы воплощение любви. Четвёртого марта, день Архипа, Он получил своё название по имени святых апостолов, Архипа, Филимона и Апфии. Идолослужители, питавшие сильную ненависть к ним, схватили их, закопали до бёдер в землю и побили камнями. Филимона и Апфию совсем закидали камнями. Архипа или живого оставили на посмеение детям, которые стали терзать его ножами, пока он не отошёл. Этот день в народе назвали Филе Вешни. Считалось, что весна набирает всё больше оборотов. Крестьяне 4 марта продолжали наблюдать за поведением зверей и птиц, приметами, что помогало предсказывать погоду. В этот день на Руси считалось проявлять милосердие. Кормили нищих, помогали сиротам и убогим. Чем больше сделаешь добрых дел, тем самому будет лучше. В крестьянских домах пекли караваи. Его посвящали солнцу. Им обязательно угощали соседей, родственников, друзей. Оставшиеся крошки присаливали и брошались за спину, чтобы осенью соль и хлеб в семью возвратились. Приметы. Солнечный день, год будет плодородным. Чем больше добрых дел на Федота, тем больше счастья прибудет. Красная луна, погода будет теплой, но сырой. Картошка в подвале прорастает, весна близко. Если сегодня заболел, к тяжелой и продолжительной болезни. Поэтому старайтесь сегодня ни в коем случае не заболеть. Вопрос от свидетелей ДНБ. Значит, Петрович, когда будет жим? Я уже на эту тему рассказал. Вы, наверное, пропустили эту мою передачу, как раз про жим. Когда я выжил 90 килограммов, я сказал, что проект этот я сворачиваю. Значит, я, еще раз повторю, я, как бы сказать, поддался вот этому порыву, когда мы с Дмитрием там вместе сделали эту съемочку. Что было, я еще попробовал, вот сколько там это. Вот, и оказалось, что меня не хватает. Я занимаюсь гравитационной гимнастикой, занимаюсь очень и очень плотно на это дело. И еще уделять время для жима, там надо специальную выстроить, будем говорить. Опять-таки, следовать специальной программе, уделять этому времени. И возникает вопрос, зачем мне это надо вот сейчас на 68-м году жизни? Когда я в свое время уже доказал, сколько я мог жать. Еще раз повторю, я выжил 180 килограмм, когда мне было где-то года 23-24 примерно вот в это время. Что я еще хочу показать? Ну, вот как-то, знаете, вот бывает, что ты в такой, как бы сказать, раж входишь, а потом понимаешь, ну, все-таки, все-таки это просто-напросто не надо. Начал жать, начали там суставы побаливать. Ну, и это дополнительная нагрузка. И плюс еще, повторяюсь, я занимаюсь гравитационной гимнастикой очень плотно. Вот в этом деле я хочу преуспеть. Поэтому просто-напросто у меня не хватает ни времени, ни здоровья на то, чтобы вот это вот все это как-то полноценно сделать. И не хватает мотивации, когда я подумал, зачем мне это надо? Что я хочу этим показать? То, что я в свое время мог, я сделал. Вот мой ответ, что касается сжима лежа.